Здравствуйте, мы в магазине All Time. Сегодня мы говорим о бестселлерах Casio. Разговор о бестселлерах бренда Casio стоит называть начинать с классики. Что такое классика для Casio? Для Casio классика, ну бренд действует с 70-х годов, как часовой бренд. В общем-то за это время классики нагенерил достаточно, предостаточно. Ну в частности мы здесь затронем как минимум три аспекта классики. В руках у меня модели, о которой я уже не раз разговаривал, не раз говорил в моих обзорах. Это классическая цифровая модель, которая в общем-то производится где-то примерно с середины 70-х, которую устроила, ну не которая естественно, а вот именно сама технология, то есть сам принцип изготовления часов. То есть такой достаточно компактный тонкий корпус, вполне тонкий по современным меркам. Кнопочки, которые переключаются на индикацию даты, хронографа, будильника, может быть какой-то еще функции, которую я не упомянул. Ну в общем-то и все. А, ну да, еще есть подсветка. Что изменилось с середины 70-х, с начала 80-х? Это вот новая технология подсветки, которая называется Super Illuminator. Вместо боковой подсветки светодиодом используется в общем-то сплошная подсветка всего же кристаллического модуля. Ну в общем вот такие вот часы, как признак, такой, как образец классики Casio, самого начального периода, самого, ну такого в общем-то дикого мощного развития этого бренда, который чуть ли не похоронил традиционную часовую промышленность. Ну не вот этот бренд, а сама тенденция цифровых или электронных цифровых кварцевых часов. Ну сейчас это можно воспринимать просто как повседневные, не очень дорогие цифровые часы, требующие минимальной заботы и всегда показывающие точное время. Ну в общем-то прекрасный образец классики. Многие люди, которые покупают часы, могут об этом думать и не обязаны об этом думать. Но тем не менее иногда стоит что-то знать, кроме того, что ты просто непосредственно видишь. Вот еще одна классика от Casio. Это такая, так скажем, самая продаваемая, самая популярная реализация стиля G-Shock. То есть, ну собственно говоря, это практически то, что в 83-м году с чего начиналась история этой коллекции, фактически выросшего в отдельный часовой бренд G-Shock. Ну я не буду сейчас распинаться, разговаривать, подробно описывать, что такое G-Shock. Понятно, что это самые неубиваемые часы. В Casio говорят, у них не было ни одного случая ремонта, именно как, так сказать, по вине производителя. Часы можно только убить, и то для этого можно постараться. Я не советую это делать. Но тем не менее, это очень прочные часы. Ну что здесь такого? Здесь, значит, прочный пластиковый корпус. Вы видите, что стекло, оно вот под ободком, оно слегка спрятано. За счет этого достигается эффект сохранения этого стекла. То есть его довольно-таки непросто убить, даже если сбросить его с третьего этажа на бетонную площадку. И что и делал изобретатель этих часов Кико Ибе, когда он экспериментировал с первыми образцами. Вот. Ну, те часы были 5000-го референса, самые первые G-Shock, и это 5600-ые, которые, вот как и эта первая классика Casio, отличаются в основном наличие подсветки Super Illuminator. Ну, в общем, такой тоже прекрасный образец часового дизайна. В общем, вполне заслуживает быть в любом музее современного дизайнерского искусства. Ну и на руке любителя-ценителя часового искусства, как тоже, в общем-то, какой-то образец такой развития часового дела начала 1980-х. Ну и, наконец, третья классика от Casio, это классика последних времен. Это их премиальная серия, премиальный бренд Edifiz. Это одна из младших версий вот именно этой коллекции. Ну, наверное, за счет этого она и пользуется популярностью, потому что это, ну, в общем-то, это как недорогие Grand Seiko. Ты покупаешь Grand Seiko, ты все уважаешь, ну, то, что получаешь великий такой японский бренд. Ну, примерно то же самое с Casio. Ты покупаешь Edifiz, в общем-то, приемлемые вполне деньги. Ты получаешь приемлемые часы в стальном корпусе, изящном таком, слегка, ну, как бы это можно сказать, праздничном таком обличье. То есть, полированный металл, черные акценты, черный циферблат, переливающиеся дополнительные циферблаты, хронографы. Я надеюсь, это видно при съемке. Вот, ну, что тут еще можно увидеть? Ну, еще дополнительная 24-часовая шкала, это такой, ну, так скажем, кивок в сторону милитаристских, привет в сторону милитаристского стиля, милитаристских часов. Ну, здесь это, в общем-то, больше декоративная штука, чем реально признак милитаристского стиля. Вот, это все классика. Теперь посмотрим тот же самый Edifiz. Вот эта модель, она с трудом вписалась, наш диапазон, она все-таки вписалась. Это уже Edifiz покруче. Здесь тоже кварцевый хронограф, ну, как вы видите, здесь металлический браслет. Это много лучше подходит под теплую летнюю погоду, рука меньше потеет под металлом. Ну, вообще удобнее носить, не жалко, опять же, кожаный ремешок, который денег стоит. Что здесь хорошего? Ну, здесь мы видим такой более богатый циферблат. Ну, во-первых, этот циферблат, он выполнен по технологии TAF Solar. Это так в кассе он называет их фирменную систему солнечных элементов, которые заряжают батарейку. То есть в этих часах, кроме всего прочего, это кварцевая модель, но, тем не менее, не требуется менять батарейку вообще никогда. Ну, по крайней мере, пока будут живые часы. Ну, и вы видите на циферблате очень интересная такая текстура углеволоконного композита. Ну, это такая вот специальные такие переливающие шашечки, за которыми как за огнем, как за течением реки можно наблюдать вечно. Ну, и, наконец, последняя модель тоже стальная. G-Shock модель GST B200. Это одна из новинок, ну, я уже точно вот не могу вам сказать, точно не помню, то ли это был позапрошлый базель, то ли прошлый базель, когда Casio впервые вышли с пластиком, усиленным углеволокном для вот для своих моделей G-Shock. Здесь, в частности, ну, такая топовая, топовый вариант вот такого вот исполнения. Здесь мы видим боковины корпуса, вот все, что черное вы видите. Это вот как раз пластиковый композит с углеволокном. Ну, все остальное это нержавеющая сталь, и следует сказать, что вот для вот этого ценового диапазона очень хорошо отделанная нержавеющая сталь. То есть вы видите, вот, допустим, на элементах крепления каучукового ремешка, вы видите здесь сверху тонкая полированная, тонкая шлифовка продольная, притом как грани, в общем-то, все остальные грани, они полированы. Ободок у него циркулярная шлифовка, которая дает такой хороший отсвет, когда вот, когда часы шевелятся, и, ну, тем самым они привлекают все внимание. Это очень нарядные часы, хотя здесь все черное и белое, хотя, казалось бы, ну, что-то должно быть цветное. Ну, вот кроме надписи G-Shock, тут больше ничего есть красненькое, больше ничего нет. Вот, что здесь еще? Серый матовый фон циферблата и маркеры, которые, ну, тут даже не шлифовка, там такая проточка продольная, которая дает очень четкие рефлексы. Вот я попытаюсь как-то поймать, пошевелить чуть-чуть, надеюсь, это все видно. Такая отделка, она дает преувеличенно мощный рефлекс, ну, такой как бы уголковый отражатель, как на автомобильных этих самых, на автомобильных фарах. Ну, и, в общем, такая штука, она позволяет ловить свет даже в самых таких плохих условиях освещения, даже без подсветки, без алюминофора нанесенного. Ну, японцы, это такая специфика у японских брендов, они любят такие штуки, когда материалы, преимущество материала вытаскивается максимально. Ну, в общем, вот такая штука, опять же, с световой подзарядкой, с технологией TAP Solar. Ну, в общем, прекрасный образец и дизайна, и технологии Casio. В общем-то, вот такие часы носить, конечно, одно удовольствие. Спасибо за внимание, надеюсь, о Casio мы поговорим еще о бренде того достойным. Спасибо. 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 Спасибо.